Единение, спортивный азарт и воля к победе в нашем городе стартовала третья спартакиада национальных общин. Открытие и первое соревнование прошли в детско-юношеской спортшколе «Заря», где представители разных народов, являющиеся при этом еще и челнинцами, состязались в мастерстве владения ракеткой у стола с натянутой сеткой. Настольный теннис в этот спортивный вечер объединил представителей из 11 национальных общин. Мы понимаем, что в нашем национальном городе есть место для всех нас, что у нас есть общие интересы, есть дела, которые нас сближают, и мы можем идти дружно, вместе, в одну сторону. Любопытно, что новичков среди участников спартакиады не было. Каждый умело орудовал ракеткой, а некоторые даже брались судить поединки. В прошлые годы лидером в этом виде спорта была команда азербайджанской общины. В этом попасть на пьедесталы мне удалось. Но что остается неизменным на этих состязаниях – это здоровая конкуренция и понимание, что победа – это все-таки не самое главное в подобных турнирах. Пришел сюда, поиграл маленько, вспомнил свою молодость, детство, можно сказать. И с людьми пообщаться – это же прекрасно. Видите, как все улыбаются, друг другу разговаривают. Расслабиться, отдохнуть, получить кайф от игры и, конечно же, познакомиться с людьми. Когда я играю, я не замечаю, что они молодые, а я не молодая. Массовые мероприятия, они изближают и идут только на пользу. Понимаете, и для здоровья, и для всего это очень полезно. По итогам дня призовые места распределились так. Бронза и серебро достались командам русской и чувашской общин соответственно. А первое место заняла украинская сборная. На этом спортивная борьба национальных общин города не заканчивается. На протяжении месяца участников спартакиады ждут соревнований по мини-футболу, волейболу, шахматам, а также эстафета. Ландыш Капранова, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Надежный Челлен.